здравствуйте дорогие мои друзья у меня несколько раз спрашивали про клей которым я пользуюсь чтобы не желтел и решила я все-таки один раз показать наглядно чем сто раз объяснять это будет более приемлемый ответ дело в том что первый обнаружила я вот этот клей но с годами видите этикеточка поплыла если так вот даже не могу вам сказать какой-то производитель просто если вот так наглядно поймете вот такой может его даже уже и другая этикетка сейчас не нашла я чтобы было более лучше и следующая находка была у меня вот этот клей это наш белорусский производитель тоже неплохой очень мне понравился но так как постоянно все это вот меняется и опять же я его не обнаружила в продаже следующая третья находка была у меня вот этот клей этот клей я обнаружила наверное уже года три назад может даже и 4 вот эта партия у меня выпуск восемнадцатого года и как видите с ним ничего не случилось он как был белоснежный как белоснежные остался и для того чтобы уже не рисковать я объемом в 2 литра сразу сразу закупила целую упаковку там 6 банок было поэтому меня он еще есть и и немало вот и вот этот клей просто тоже могу рекомендовать это россия и декор название также я иногда пользуюсь клеем но но не для ватной игрушки можно так сказать вот такой вот такой фирмы лида есть это вот у меня лак аква лак я про лак хочу тоже остановиться есть такой же клей но он как для ватной игрушки он желтеет но зато если вы пользуетесь где-то там для склеивая каких-то предметов дерево там или ну он очень хороший как столярный он очень хороший клей но для ватной игрушки не совсем подходит также насчет хочу остановиться насчет лака если вдруг встретите вот этот лак аквапаркет лицкий это самый лучший лак который я когда-либо встречала и сеть тоже сейчас закупаю если встречаю в больших объемах вот если кто-то занимается декупажем это незаменимая вещь потому что он никакой клейкости не дает очень прочный очень хороший также я пользовалась вот таким лаком это тоже наш белорусский вот браво он тоже неплохой но все-таки мне вот этот вот больше нравится также хочу остановиться на том что если вдруг вы нашли обнаружили для себя лака и горелок клей который не желтеет вот лучше всегда покупать в больших объемах потому что потом мы каждый раз вот нужно будет снова испытывать испытывать и разочаровываться ну хочу еще сказать не стоит разочаровываться его также можно использовать в молдах клей и вата и вот таких вот тоже можно наделать разных фигурок без разницы что она там пожелтеют потому что мы потом после этого все окрашиваем и ничего страшного у нас всегда клей разойдется поэтому не не расстраиваемся не огорчаемся вот мы всегда найдем применение ну вот друзья ответила я на этот вопрос если вдруг какие-то еще будут у вас вопросы задавайте отвечу или в комментариях если нужно сниму по вопросам видео у меня есть такая рубрика ответы на вопросы пишите задавайте вопросы я всегда рада буду ответить вам желаю вам крепкого здоровья всего самого-самого хорошего и до новых встреч дорогие друзья